Я приветствую всех зрителей канала Кибермаркетинг.ру, а также Сиапульт ТВ. Сегодня второй день круглых столов и сегодня мы вместе с вами будем говорить о контекстной рекламе, о тех изменениях, которые произошли в этом году с контекстной рекламой, что было, что есть и что возможно будет, это мы тоже обсудим. Вместе со мной сегодня в студии эксперты из области контекстной рекламы. У нас три человека находятся в студии и три человека находятся в удаленном. Буду зачитывать, наш режиссер будет выводить на экран тех людей, о которых я сейчас говорю. Итак, Алексей Довжиков, директор по развитию интернет-агентства Тринет, совладелец и генеральный директор Елама.ру. Привет, Алексей. Максим Уваров, сооснователь, директор по R&D в К50, основатель маркетинг Вики.ру. Максим, привет. Привет. Все, Максима мы тоже видим. Дмитрий Климчуков, вот сидит слева от меня, генеральный директор агентства Клик.ру. С низов, так скажем, поднялся в крупной компании до генерального. Но это совершенно другая история, правда? Всем привет. Мария Черницкая, основатель, совладелец агентства iContext, президент iContext Group. Привет, Мария. Илья Сидоров, специалист компании Google по новым продуктам и решениям. Более 10 лет занимается интернет-маркетингом. Много-много всего можно перечислять. Главное, что, ребята, у нас появился гуглоид в студии. Ладно, и еще один наш сегодняшний эксперт Дмитрий Арсютин, руководитель отдела автоматизированной контекстной рекламы vseapult.ru. Дима, тебе также привет. Привет. Как я уже обозначил, мы сегодня будем говорить с вами о контекстной рекламе, о том, что было и есть, будет. И прямо сейчас сразу у меня первый вопрос. Бытует мнение, что контекстная реклама деградирует, а социальные сети взлетают. Так ли это, господа эксперты? Кто возьмет на себя смелость говорить первым? Мария. Я вообще хотела сказать, что это какой-то странный разговор. Говорить в 2015 году в декабре о контекстной рекламе, по мне, так очень глупо. Потому что уже нет никакой контекстной рекламы или в том, чем мы все на самом деле занимаемся, она составляет только малую часть. Это не потому, что она деградирует, а потому, что вокруг этого наросло огромное количество продуктов, проектов и разных других направлений, которые на сегодня и составляют то, чем мы все занимаемся. И поэтому хорошего русского слова не нашлось. Мы называем это перформанс-маркетинг, и контекст в нем уже малая часть. Ну, как сказать, он уже не основной канал. Я предлагаю тогда всем собраться и придумать это название, чтобы оно было. Вот перформанс-маркетинг, я не знаю, как еще можно назвать это направление. Результативный маркетинг, если бы хотели бы русские слова. Мгновенный, возможно. Все что угодно. Я согласен. Но как бы мнение о том, вытесняют ли социальные сети сейчас именно направление контекстной рекламы. То есть вот в чем вопрос основной сейчас. Если мы возьмем весь сплит того, что называется мгновенный маркетинг, то мы увидим, что контекстная реклама составляет в нем, это зависит от индустрии, от 40 до 60 процентов. Социальные сети в разных видах, как их, смотря, готовить, они составляют от 15 до 20 процентов. Дальше есть еще и ремаркетинг, разные виды RTB, есть тематические классифайды, Авито со своими результативными размещениями. Поэтому наросло много всего. Еще помимо этого есть сети, сами по себе, тех же поисковых систем или сети сами по себе. Мобильные истории. Поэтому не столько социальные сети вытесняют, сколько другие продукты двигают контекстную рекламу. Уменьшают долю контекстной рекламы, увеличивая. Может быть удаленные эксперты имеют свое мнение? Алексей Довжиков, да? Я бы с удовольствием высказался, потому что когда, ну там, звучит формулевка, например, деградирует, то надо какую-то хоть метрику определить. И в моем понимании, если со всех ракурсов рассмотреть, то мы видим обратную историю. То есть если говорить про долю рынка, то контекст в абсолютных объемах, он прирастает. И в абсолютных это гораздо большие цифры, чем та же там социальная реклама. Ну, как условно говоря, с нуля расти легко, поэтому, да, действительно, рынок рекламы в социальных сетях в процентах растет быстро. Но в абсолютных величинах контекст это на порядок больше. И скорее можно говорить о том, что контекст на рекламу сейчас к объему рынка телевидения приближается. И это второй по размеру вообще рынок в России. Поэтому с этой точки зрения нет. С точки зрения инструментария, ну, тут прошлый год, собственно, ну, текущий, да, который заканчивается. Сейчас контекст просто, ну, разродился огромным количеством инструментария. И вот могу сказать там по опыту нашей компании, что сейчас вообще даже вот мы у себя вводим отдельную должность специалиста по новым продуктам в контексте, который его обязанность будет вот 8 часов в сутки сидеть и только разбираться с тем, что выходит новое, тестировать, чтобы это все освоить. Так что с точки зрения инструментария тоже, в общем-то, никакой деградации не наблюдаю. Поэтому мне кажется, что это, в общем, такой очень преувеличенный тезис. Единственное, что можно говорить о том, это то, что, да, так устроен принцип работы контекста, что клик постепенно дорожает, конкуренция растет и привлекать заказы становятся, ну, собственно, выгодные стоимости. Все тяжелее и тяжелее с каждым годом, но это, в общем-то, логично. Деградации я бы это не назвал. Окей, вот сейчас Алексей сказал, что у них, они вводят новую должность по новым продуктам. Директор, маркетинг, кто там, я не знаю, менеджер и прочее. Илья, ты же тоже являешься руководителем по новым продуктам. Вот новые продукты в Google, это что именно? То есть, контексты, что это? Да, на самом деле я соглашусь тоже с Марией, то, что, в принципе, мы даже у себя внутри Google уже достаточно давно не используем в чистом виде такой термик, как контекстная реклама. Потому что, в принципе, даже рекламные возможности Google, они уже превосходят, скажем так, изначально какое-то самоопределение, да, контекста. Потому что у нас достаточно много возможностей, как таргетировать рекламу, размещать ее. И в том числе достаточно много новых продуктов появляется. В том числе, например, в этом году у нас появилась возможность осуществлять, можно сказать, тот же самый ремаркетинг пользователя, да, но по имейл-адресам, по базам имейл-адресов, непосредственно принадлежащих рекламодателю. То есть, это уже в каком-то виде такое, что-то промежуточное между CRM-маркетингом, да, опять же, тем же самым социальным маркетингом и контекстной рекламой. И, в принципе, если говорить тоже отдельно, как о социальной рекламе, то это по большому счету, это только еще дополнительные данные о пользователях, да, для того, чтобы точнее нацеливать рекламу на них. То есть, здесь, если мы говорим в целом, то я думаю, и контекстная реклама, она развивается, безусловно, расширяется, и в том числе интегрируется в возможности, в том числе и социальной рекламы, да, вместе с данными о пользователях дополнительных, аудиторных. И все это только растет, набирает обороты и действительно как-то трансформируется из контекстной рекламы, социальной рекламы, медийной рекламы в что-то такое более интегрированное одновременно и более гибкое, что-то, что можно назвать интернет-рекламой. Интернет-рекламы. Ну, здесь мы можем еще и поисковую какую-то рекламу тоже запихнуть, и все что угодно. И мобильную, но вот социальные сети, то есть, мое мнение, я сразу абстрагируюсь и скажу, что я как бы с контекстной рекламой вообще никак не связан. Максимум, что я делал, это в автоматическом режиме создавал там какую-то рекламную кампанию, пытался подобрать слова, ну, еще знаю, что такое минус-слова. Поэтому мне спорить здесь практически с вами невозможно. И мой вопрос, он как бы, знаете, в чем заключается? То есть, я беру на чашки весов, например, такие сервисы, как AdWords, Google, как Яндекс.Директ, как, допустим, что у нас там, у мейла осталось, контекстная реклама, или, ну, хорошо, вот видите, даже этого я еще не знаю, уже не знаю. С другой стороны, я кладу в ВКонтакт вот эти продукты и Facebook. И вот что сейчас перевешивает, господа и дамы? Перевешивает в каком смысле? В деньгах? Вот в деньгах, давайте в деньгах. Деньги, контекстные рекламы такие большие, что действительно они приближаются к телевизору, обогнать их никто не может. И не очень скоро другие каналы, другие медиа аккумулируют все такие же огромные бюджеты. Поэтому в деньгах бесспорно нет. Другое дело, что теперь мы по-другому стали относиться к поиску, да, и наше время, и к интернету в целом, да, интернет для многих, средних пользователей, да, замкнулся в социальных сетях. Да, поэтому мы и ищем уже не поиском часто, да, а спрашиваем у того, кто рядом тут стоит, да, где взять то, где взять это. Поэтому нам кажется, что социальные сети перевесили именно в использовании, но поисковая система нам что скажет? Во-первых, что количество поисковых запросов все равно выросло, количество пользователей поиска все равно выросло, да, в 15-м, например, году. И поскольку все это компании публичные, они нам расскажут, что и денег потрачено было рекламодателям на контекстную рекламу все-таки больше. То есть рост, может быть, не был таким огромным, как он был в прежние годы, там, не знаю, 100%, 50%, но он все равно есть, и никакое другое медиа не показало такой рост. Контекст расскажет, я думаю, по результатам 2015 года, покажет рост от 12% до 14% в среднем по рынку. Это все равно в плохой кризисный год, это огромные результаты на очень больших цифрах. Дима тянет руку, Дима, ты что-то хочешь сказать? Дима, привет. Привет. Как раз хотел сказать, что деградировать, можно сказать, что деградирует у нас телевидение, радио, какие-то печатные СМИ, а контекст, он максимум стагнирует. То есть вот этот небольшой рост, ну, он не такой значительный, я согласен, что по сравнению с предыдущими годами, но все-таки, насколько я знаю, контекст, вообще интернет-реклама, это сейчас единственное, что растет. Даже немножко, по-моему, медийка падает, медийная реклама в интернете, а контекст продолжает расти и вытаскивает на себе всю интернет-рекламу, в отличие от каких-то традиционных СМИ телевидения, радио. Максим, у тебя есть мнение по этому поводу? Может, ты что-то хочешь сказать? Ну, я бы хотел сказать то, что у нас контекстная реклама остается при своих возможностях, в то время как в социальных сетях у нас инструментарий очень сильно наращивается. То есть по факту там то, что прирастает за счет социальных сетей, это новые возможности, это новые возможности достучаться на людей, новые возможности занести деньги новому рекламодателю. Соответственно, это не деградация, это как минимум какой-то параллельный рост с параллельного источника. Но при том очень-очень интересного источника, очень-очень крутого, потому что я сейчас сам в социальных сетях достаточно много времени провожу в плане как рекламодатель и просто поражаюсь теми возможностями, которые нам предоставляются системами. Я понял. Вот еще Алексей хотел что-то сказать. Алексей, тебе тоже слово. Я два поинта хотел добавить. Первый, что очень важный момент понимать, что развиваясь социальные сети не оттягивают бюджет из контекстной рекламы. То есть я ни разу не видел такого, чтобы сокращался бюджет контекстной рекламы в пользу социальных сетей. Поэтому когда мы говорим, что там распределяются доли, то нужно понимать, что растет и контекстная реклама, и сбоку еще прирастают социальные сети. То есть в принципе это дополнительный канал для привлечения, но не в ущерб контекстной рекламе. Это ни в коем случае не противовес, а два параллельных пути. А второй момент. Вот ты предлагал как-то сравнить на чаше весов контекстную рекламу социальные сети. Действительно по аудитории. И в общем-то каждый из нас пользуется социальными сетями и даже, наверное, проводит там времени больше, чем в поиске. Но если мы говорим как раз про результативный маркетинг, то у меня любимый пример – это задачка, например, реклама японских подгузников. И в социальных сетях мы можем очень классно выделить нужную нам аудиторию молодых мам, которые состоят в определенных группах по уходу за малышами и так далее. И мы очень классно на них можем старгетироваться. Молодая мама зашла в социальную сеть, мы и показали рекламу японского подгузника. А кто-то вводит в поисковике запрос в интернет-магазин японских подгузников. Мы не знаем, это молодая мама, бородатый папа или старая бабушка, которой дали планшеты, она освоила поисковик. Мы про нее вообще ничего не знаем, кроме одного. Ей сейчас нужны японские подгузники, она готова их заказать. И нам не важно, кто это, нам важна его потребность. Мы конвертируем спрос в продажи. Когда мы говорим про социальную сеть, то, собственно, что нужно молодой маме, которая зашла в социальную сеть, ей не японские подгузники нужны, ей нужно пиратское видео посмотреть, как ее подруги потолстели. То есть вопрос того, что ей показывается эта реклама, он как бы чуть-чуть сбоку. Поэтому сравнивать эти инструменты не очень правильно. С social media marketing, конечно, нужно пользоваться, обязательно его использовать. Просто нужно понимать, что за счет вот этой природы получить объем продаж в таких же объемах, ну, для среднестатистического бизнеса, ну, это практически нереально. То есть это какая-то дополнительная добавочка, которая дает еще трафика, еще продаж по приемлемой стоимости, но и в коем случае не противовес контексту. Но именно с этим я хочу сказать, что этот перекос ненормальный в сторону контекстной рекламы, все растет вниз, а контекстная реклама растет вверх, приводит к обратному и очень нехорошему результату. И я хочу сказать, что я бы тоже сказала скорее, как это ни странно, что контекстная реклама деградирует. Потому что если мы посмотрим на срез сегодняшнего дня, то все, кто занят в этом, думают, о, мы находимся на подъеме, у нас новые инструменты, казалось бы, что на самом деле не совсем так. Дальше будут развиваться инструменты совсем другие, не контекстные. И контекстная реклама в следующем даже году покажет не рост, а дальше она будет стагнировать, и будет рост других инструментов. Почему? Потому что все так увлеклись обслуживанием спроса, что все забыли о формировании этого спроса. И эти японские подгузники, идею этих подгузников надо было сначала продать. Поскольку аудитория, которая пользуется интернетом, не смотрит телевизор, то как эта молодая мать узнала про японские подгузники, кроме того, что ей сказала об этом подруга, неясно. И это то, что видит сейчас каждый рекламист, занимающийся именно рекламой. Он видит, что усилий на формирование спроса потрачено мало было в прежние годы. И в следующие годы мы будем видеть, как люди будут использовать интернет для формирования спроса. Никуда не деться, потому что мы очень мало теперь знаем, как бы средний пользователь мало информирован о том, что купить. Ему часто рассказывают, где. А о том, что, мы это видим ведь и в уличной рекламе. Тоже рекламодатели мало сейчас вкладывали денег в формирование нового спроса. И я думаю, что в следующие 2-3 года мы будем видеть и новые инструменты, и новые продукты, на это ориентированные. Ну, я, в принципе, наверное, все понял из того, что было сказано. Но, во всяком случае, я на это надеюсь. И, если что, я посещу пару курсов в каких-нибудь учебных центрах и точно дотянусь. Смотрите, мы говорим о том, что… Ну, то есть, мы сделали с вами вывод, что, в принципе, это одинаковые, да, по сути, свои игроки, которые вот… они идут параллельно, они друг к другу не бодают. Абсолютно два разных инструмента. Ну, понятно, которые просто идут. Мне хотелось просто задать вопрос, убивает ли, грубо говоря, социальная сеть? Ну, мы пришли к тому, что это несколько другой рынок, и здесь мы немножко по-другому работаем. А новые игроки, которые появляются на рынке, тоже Авито, да, они как мелкий какой-то, ну, сам себе продукт запустили внутри себя как раз-таки контекстную, так скажем, аналог контекстной рекламы. Вот, на кого это все нацелено, есть ли преимущества в этом? Вот ваш взгляд на это, на Авито и запуск его модуля контекстной рекламы. Ну, честно говоря, как такового преимущества, большого, пока я не вижу. Ну, перед, конечно, круглым столом я посмотрел и на интерфейс Авито, и что они предлагают. Так как взяли они к себе все-таки работника Мейла на развитие этого всего. Там появилось, для тех, кто не знает, есть первое место и гарантия. Два места, то есть, как раз, наверное, посчитали, что два рекламных объявления для контекстной рекламы нормально. Если бы взяли работника из Яндекса, у них явно было больше мест. Было бы 15 сверху, еще 15 снизу. А если бы Google взяли бы на работу в Авито, сколько было бы объявлений? Они все были бы релевантны. Google, на самом деле, по-прежнему тоже в том числе остается, AdExchange. Ну, и, соответственно, Google AdWords тоже, в том числе и в Авито. Там, получается, на Авито у них собственная реклама, то есть, два объявления, там, да, баннер от Google, и еще там два или три блока от Директа. То есть, они, несмотря на то, что… Да, все охватили, несмотря на то, что свое. И я думаю, что если будет стрелять постепенно свое, они будут расширять количество мест для показа объявлений, и, соответственно, потихонечку убирать остальные блоки. Но как такового, прямо вот классического контекста, пока там, ну, нету. И говорить о том, что он… Это же есть place, да, и которых не так много. И если Яндекс.Маркет у нас как бы один для нас есть, ну, вот для небольшосреднего ритейла, какие есть инструменты, кроме контекстной рекламы, да? Есть Яндекс.Маркет. И вот Авито, казалось бы, должен был бы предложить им такой необходимый инструмент. Авито кому уже только не предложил там. Я не знаю, уместна ли эта шутка в прямом эфире, но я думаю, что все из вас это уже видели, когда… Как рекламируются, например, проститутки на Авито, да? Это уборка комнаты один час, уборка комнаты посуточно, пыль сдуть 500 рублей. Вот. То есть это такая шутка, и она как бы, ну, насколько она шутка. И это рекламируется как бы инструментами прямо того же самого Авито. То есть получается, что они просто бабло сейчас вот зарабатывают всячески, как могут, да? То есть они впихнули одно, второе, третье, четвертое. Что, Дим, ты хочешь сказать? Я вообще не считаю, что это можно считать какой-то контекстной рекламой. Это, знаете, как вот, с чем можно сравнить. На каких-то сайтах по поиску вакансий Headhunter, там, где есть проплаченная вакансия, которая в списке висит наверху. В ниже списке все то же самое можно увидеть. Но вот один человек заплатил, и поэтому его вакансию поместили наверх. Точно так же здесь, как бы, все разместили свои товары, один заплатил, и вот товар поставили наверх. Просто, ну, платное место одно. Ну, какая-то реклама, я не знаю. Так, мы же и говорим, что это реклама, но нельзя назвать это на самом деле контекстной рекламой. Да, что контекстной. Да. Алексей, вот там тоже хочешь что-то дополнить по этому поводу? Ну, меня может, как раз коллеги поправят. Насколько понимаю, они как раз запустили такие, то есть у них раньше были и премиальные размещения, и подгрузка товаров. Но вот продукт, как контекстная реклама, он довольно новый. И, как я понимаю, он как раз позволяет, в том числе и с таргетингом по ключам работать. Хотя я могу ошибаться, но, по-моему, это так. И в этом плане, ну, действительно, может быть, контекст. Такой план, да, у них и был, когда они запускали это. Да, по-моему, сейчас из фида только у них. Загружаешь фид, автоматически она придет ключи. Конечно, я тоже могу ошибаться. Да, но, то есть, это, в общем, смотрите, здесь я бы сказал так. В любом случае, продукт, как минимум, с претензией на контекст настоящий, как бы по ключам в перспективе. Но в любом случае, с точки зрения объемов, подхода, мне кажется, что он актуален будет для очень крупных, больших рекламодателей, которые уже на уровне контекста дошли до такой серьезной-серьезной сегментации. И, там, отдельно, например, работают, там, с рекламной сетью, вычищая площадки, выжимая, там, из контекстно-медийной сети Гугла, там, и Яндекса, там, каждый, соответственно, клик конвертировал в продажи. То есть, если они на это тратят большие деньги, серьезно этим занимаются, то, в принципе, для них, там, Авито, это может быть одной из площадок, да, то есть, не отдельный, там, игрок контекстной рекламы, но просто как еще один канал, там, сравнимый с маленьким-маленьким кусочком рекламной сети, там, Яндекса или Гугла, и, да, наверное, оттуда тоже можно получать продажи. А для, там, среднестатистического небольшого рекламодателя, скорее всего, время, потраченное на, ну, усилие на освоение еще одной площадки, вряд ли отобьется результатом. Вот, но это такое субъективное мнение. Может быть, им стоит убрать тогда Яндекс.Директ и Google AdWords, раз у них теперь своя контекстная реклама, что же они так рекламируют еще и AdWords и Директ. Ну, видимо, не хватает им еще денег. Наверное, вопрос времени и доходности, да. Не хватает пока им еще денег. Ладно, ну, с Авито и все понятно, больше их рекламировать сегодня не будем, хватит и так с них, и уже пошутили. Давайте перейдем теперь к Яндексу, наверное, да. Яндекс запустил новый аукцион, тема мусолилась, мусолилась она практически на всех профильных конференциях, вот начиная с момента, когда это запустилось. Уже несколько передач было и на Seapult.tv, связанных с новым аукционом. И у меня вопрос по этому поводу, к чему это приведет через год, повлияет ли это на цены, конкурентность, позиции и прочее, прочее, прочее. У кого какое есть мнение? Может быть, начнем с вас, Илья? Ну, как конкурирующий продукт все-таки. Ну, я могу прокомментировать только аукцион Гугла, аукцион Яндекса, я, пожалуй, доверю коллегам комментировать. Но если еще, кстати, сделать небольшой шаг назад и говорить о точках роста в контекстной рекламе, наверное, прежде чем перейти к Яндексу, то, в принципе, опять же, как мы говорили, контекстная реклама, она развивается, развивается в новые направления, в том числе, если говорить, например, о контекстно-медийной рекламе, да, рекламе в сетях, то там действительно весь рост, он идет за счет не контекстного таргетинга сейчас, а в большей степени за счет аудиторных таргетингов. И в том числе на поиск приходят аудиторные таргетинги, по крайней мере, на поиск Гугл приходят, да, такие, как вот то, о чем я говорил, таргетинг по e-mail, адреса мы аудиторные. Таргетинги, они постепенно тоже занимают большее место. И если говорить вот о точках роста, опять же, то в контекстной рекламе, наверное, это в большей степени сейчас аудиторное. И даже с точки зрения создания спроса, то это вот еще и видеореклама тоже, мы видим очень большой рост. И, в принципе, мы видим, что и в этом году у нас рост даже превысил, наверное, наши ожидания. И в следующем году мы ожидаем рост, и как раз вот именно точки роста, это аудиторная реклама, видеореклама и мобильная реклама показала очень такой большой взрывной рост, я ему сказал, опять же, превзошедшие наши ожидания. И здесь как раз я могу сделать переход к Яндексу, то что в том числе даже у Яндекса, который долго не верил в мобильное, теперь появились специальные для мобильных продукты, скажем так. Понятно. Все остальные, вот, сразу рука, рука. Как в школе, Дмитрий, вам слово. Да. Ну, насколько я понимаю, в 2016 году новые аукционы, новые изменения уже ни к чему не приведут. Они уже зафиксировались в определенном положении. Цена упала, цена поднялась до того же самого уровня. Яндекс пришел к тому, чего он хотел. Насколько я себе это представляю, в новом году особо ничего не поменяется. Аукцион будет примерно на том же уровне существовать. Ну, это вот, по крайней мере, у клиентов, которых я знаю, которыми я занимаюсь, клиенты с маленькими, максимум средними бюджетами, у них уже все стабилизировалось. И в новом году нам ничего нового в этом сегменте уже не увидеть, если каких-то новых изменений не будет. Понятно. Алексей. Даме уступим место, Алексей. Да, конечно. То количество разговоров, которые потрачены на этот аукцион, оно ведь и говорит о том, что поговорить в контекстной рекламе больше не о чем. Инструменты все уже есть, рекламодатели разделились, что там Google, Яндекс, тоже всем понятно. Новых тем не было, Яндекс дал нам новую тему, и даже целые несколько конференций было, о чем людям разговаривать. Потому что формально, действительно, изменение этого аукциона, может быть, в первые несколько месяцев что-то качнулось туда-обратно, но в результате мы получили, я с Дмитрием полностью согласна, получили плюс-минус те же цифры, которые были до этого. И уж точно никаких изменений в 2016 году это за собой не повлечет. Понятно. Алексей, тебе слово. Да, можно включить слайды, которые… Давай, уже включено. Мы разговаривали их там всего три штуки. Соответственно, про запуск нового аукциона мы проговорили, но тут важно понимать вот что. Это, конечно, сейчас на экране первый слайд с VCG-аукционом. Собственно, с 1 сентября Яндекс его запустил, и основная история заключается в том, что важно понимать, что VCG-аукцион запустился внутри рекламного блока, и внутри рекламного блока теперь все здорово, и получается, что за первые и вторые позиции рекламодатели платят больше денег только за дополнительный трафик. То есть не происходит вот этой страшной переплаты, когда ты встаешь на первую и вторую позицию, и у тебя все клики дорожают в два раза. Теперь это происходит, соответственно, равномерно, и если у рекламодателя стоит задача максимизировать доходность, и ставка, собственно, рентабельна, туда действительно выгодно занимать первую и вторую позицию. Но можно второй слайд тогда? Можно. Важно понимать, что на самом деле между блоками по-прежнему действует аукцион второй цены, и по сути то, сколько тратят денег первый, второй, третий рекламодатель, на самом деле определяет четвертый, который в этот блок не попал. То есть четвертый рекламодатель, он по сути как бы разогревает стоимость клика во всем верхнем блоке, ну и аналогично восьмой рекламодатель в нижнем блоке. И, собственно, последний, третий слайд тогда попрошу открыть. Собственно, мы прогнозируем следующую историю. Вот эта вот ступенька с провалом, это на самом деле 1 сентября. Запуска с 1 сентября мы, соответственно, наблюдали. У нас стоит отдельный сервер по мониторингу как раз ставок. У нас получается 2% рекламодателей, то есть каждый 50 рекламодателей получается, мы каждого 50-го видим, и мы мониторим изменение стоимости клика. Вот на первых неделях мы видели падение стоимости перехода в верхнем блоке на 17%, в гарантии на 26%. Соответственно, сейчас я согласен с коллегами, что картина должна выровняться, но я точно так же считаю, что ближайший квартал, после того, как мы отойдем от январских праздников, эта вся история подорожает еще где-то процентов на 17-20. То есть, по сути, с учетом VCG-аукциона ставка таки подорожает, несмотря на то, что вначале она снизилась. Почему? Попробую интерпретировать это следующим образом. Смотрите, в моем понимании рынок прошлого года контекста, он уже такой устаканившийся. То есть, все крупные игроки, которые в каждой тематике должны присутствовать, они уже присутствовали, они уже отладили свои контекстные рекламные кампании, и в парадигме аукциона старого до 1 сентября выгодно было располагаться в верхнем блоке по минимальной цене. Что, собственно, все самые крупные, даже небольшие рекламодатели, которые понимают стоимость клика, понимают, как выжимать с контекста максимум, располагались вверху по минимальной стоимости попадания в блок. То есть, аукцион, он по сути устаканился, никто никуда не пытался выбиться. Вверху было три рекламодателя, которые все трое рекламировались по стратегии показ блоки по минимальной цене. В рамках нового аукциона выгодно занимать первую и вторую позицию, но фокус заключается в том, что как только это попытается сделать четыре рекламодателя, то место под солнцем всего три, четвертый верхний блок не попадет и, собственно, подогреет весь аукцион вверху. То есть, как только в тематике четыре рекламодателя начинают биться за первую и вторую позицию, стоимость клика растет. И сейчас это происходит довольно постепенно. Я уж не знаю, к сожалению или к счастью, наверное, все-таки к сожалению. По нашей статистике мы видим, несмотря на то, что проводим обучающие мероприятия, искренне согласны с Яндексом, что стоит биться за первую и вторую позицию, если это рентабельно по стоимости клика, но рекламодатели очень неохотно меняют стратегии. То есть, по нашим рекламодателям мы видим, что все-таки большая часть по старинке, не доверяя вот этим новоизменениям, рекламируется в блоке по минимальной цене. Может от лени, может от отсутствия компетенции, может просто от недоверия. И чем больше постепенно рекламодателей таки будет переходить на стратегию, наивысшая доступная позиция, пытаясь выжать максимум с первой и второй позиции, тем клик еще будет дорожать. Ну вот наши прогнозы такие. И первые, я думаю, один-два квартала, это постепенно еще этот тренд можно будет наблюдать. Спасибо. Максим, может быть у тебя есть что сказать по этому вопросу? Ну, сказать, да, сказать есть. На мой взгляд, все-таки изменение аукциона, это такая достаточно большая штука у нас в отрасли, не зря про нее говорили. Но там как, он совпал с тем, что скидки отменили. Скидки отменили, на самом деле, эта новость побольше должна быть, чем новость по тому, что новый аукцион у нас по системам появился. Однако, поскольку они были анонсированы вместе, предельное внимание было уделено именно изменению аукциона, то там тему про скидки как-то более-менее в сторону отодвинули и замолчали. Новый аукцион, он чем замечательный, чем он отличен от предыдущего? Тем, что там очень много переменных, которые остаются на стороне Яндекса, которые незримы для глаза и которые там Яндекс может по своему усмотрению по разным областям подкручивать, подделывать и подстраивать. И вот в этих условиях, ну, как, можно ожидать то, что, наверное, конкуренция будет увеличиваться и количество денежек, которые рекламодатели будут заносить Яндексу, оно тоже будет немножко прорастать. Однако, оно будет контролировано со стороны Яндекса для того, чтобы там рекламодатели себя чувствовали там, ну, более-менее комфортно, и чтобы, ну, им все это все-таки рентабельно получалось. Вот. Все ясно. Ну и тебе слово, наверное, Дим. Я хочу сказать, что я согласен с Алексеем, что большинство рекламодателей остались на стратегии показ в блоке по минимальной цене, потому что все боятся изменений. И практически при, ну, там, на мой взгляд, процентов, наверное, 70-80 рекламодателей рекламируются именно по этой стратегии, и там остальные, например, на наивысшедоступные. Ну, представим, что есть две стратегии. И вот те, у кого была наивысшая доступная позиция, да, они почувствовали реальное падение цены, но при этом остальные так и остались сидеть. И при попытках перейти на стратегию наивысшей доступной позиции, несмотря на то, что там первое спецразмещение сильно подешевело, ну, от предыдущего, разница вот от входа спецразмещения, от третьей позиции до первой, там, 25% трафика. Но цена клика не упала настолько, чтобы это было реально рентабельно. То есть там раньше было, например, в спецразмещение, там, не знаю, пусть будет 10 долларов, на первое место, там, скажем, ну, 20 долларов. Но упала она максимум на первом месте до 15. То есть все равно за 25% трафика вам приходится переплачивать 50. И те, кто считал, они так и остались сидеть на стратегии показ блоки по минимальной цене. И после чего, как, на мой взгляд, когда Яндекс видит, что глобального ничего не происходит, начинают появляться статьи, типа, как ребята, как здорово находиться на наивысшей доступной позиции, там, приводят какие-то примеры в надежде, что сейчас все такие прочитают статью, скажут, ё-моё, как же здорово. И все вперед. И, как правильно сказал Алексей, что если бы их было трое, все было бы замечательно. Три рекламодателя, все наивысшей доступной позиции, у всех подешевело. Но их далеко, там не трое и даже не четверо, их десятки. И вот эти все десятки, как только поставят наивысшую доступную позицию, и там начнется перегрев аукцион, и все начинают платить все больше и больше. Плюс ко всему, что поможет, как сказал Максим, все рассматривают, говорят про аукцион, но было же три изменения. Это аукцион, скидки и... Нет, и аранжирование. И, соответственно, у Яндекса... Да, нет, ну, нет, именно в тот момент, 1 сентября, когда они ввели. Максим сказал, да, все забыли про скидки, но все забыли и про аранжирование. Соответственно, появилась в интерфейсе директа, появилась еще колоночка, та ставка, которую ты должен поставить, чтобы выйти на определенную позицию, то есть по CPM, и она может отличаться там в разы, то есть в 2-3 раза от той ставки, которую ты будешь платить на поиске. И, например, если ты Яндекс тебе показывает, там будешь платить 10 условных единиц для выхода на первое спецразмещение, то твоя ставка, например, должна быть 50. Все говорят, ну, ладно, я поставлю 50, а платить буду 10. И забывают про это, но в какой-то момент там 4-й, 5-й рекламодатели, которые будут входить, они будут нагревать, и не глядя, если там не использовать какие-то дополнительные инструменты, у тебя максимальная ставка стоит 50, и ты рассчитываешь, что ты будешь платить 10, но нижние тебя будут нагревать, и в рамках 50 ты постоянно будешь переплачивать. И не эти 10 ты уже будешь платить, а будешь приближаться к тому 50, и, соответственно, переплачивать, и кто-то начнет больше зарабатывать. А кто-то больше тратит. Да, кто-то больше тратит. А вот мне, на самом деле, вопрос, вот все так умно все это рассказывают, а ведь изменения API гораздо серьезнее в этой истории, потому что все, что вы рассказываете сейчас... Окей, многие вещи нельзя сделать руками. То есть большая часть серьезных обращений к Яндекс.Директу происходит за счет технологий. Технологии находятся на стороне агентства, системы, неважно кого. Яндекс изменил коммуникацию технология, технология. Все, к Яндекс.Директу за всеми этими новыми изменениями система не может прийти по старому API. Значит, вопрос в том, я даже не знаю, как вы все это делаете, что вы сейчас рассказываете, потому что предположить, что все переписали API с бешеной скоростью и подстроили все свои системы под новые API довольно сложно. Даже Яндекс, вводя новые API, сказал, мы не ожидаем, что раньше Нового года вообще кто-нибудь справится под него подстроиться. Вот у нас Алексей руку тянет. У нас нет много всего старого. На самом деле, я не знаю, у нас разработка планируется минимум на квартал вперед. Параллельно работают четыре команды. И, к сожалению, это такой маленький камень в огород Яндекса. Новость о новом аксоне пришла за три недели. Ну вот у нас, нам пришлось сорвать все сроки. Три недели все команды переписывали, соответственно, обработку под новые API. И реально 1 сентября мы запустились полностью уже с новым API. Технологически Яндекс, благо, API обновил. То есть в момент объявления о том, что запустится новый аукцион, API под него уже было готово. Ну и в частности, действительно, например, есть такая задача, когда мы говорим про новый аукцион и про то, что действительно рентабельно там ставить максимальную ставку, это искренняя ставка и так далее, Яндекс всегда говорит про такую задачу, как максимизация функции прибыли, если математически говорить. А когда мы говорим про российский бизнес, то вообще как бы большинство заказчиков приучены в качестве KPI ставить среднее ROI и среднее CPO, ну то есть среднюю стоимость привлечения заказа. Никто вообще не говорит про максимизацию прибыли. Все говорят, нам побольше заказов, чтобы в среднем стоимость привлечения заказа стоила 1000 рублей. А то, что при этом часть заказов будет по 500, а часть будет по 1500, в общем-то мало кого волнует. И в этом плане получается, чтобы решить такую задачку, на самом деле нужно ориентироваться не на максимальную ставку, которую показывает Яндекс, а на действительно вот фактически списываемую стоимость клика, потому что иначе эта задача нерешаема. Но в самом интерфейсе Яндекса поставить ставку от фактически списываемой цены клика невозможно. Получается, если вообще решать задачу вручную, то нужно смотреть на колонку фактически списываемая цена клика, а ставку ставить, значит, из левой максимальной. Ну, то есть, в общем, это нерешаемая задача человеческим трудом. И тут я с Марией полностью согласен. То есть это только задача инструментов автоматизации. В частности, для нас это, вот, собственно, и был один поинт, чтобы к первому сентября запустить инструменты, которые позволяют управлять ставками не от максимальной стоимости, а в том числе и от фактической цены клика. Нет, я полностью согласен, что это нереально сделать вручную, но какой вот у нас процент, кто пользуется автоматизацией из всех пользователей Яндекса? Ну, там максимум на процентов 10, согласны. Да, значит, 90% рекламодателей, кто сейчас рекламируется в Яндексе, делает это вручную, то есть через интерфейс Яндекса. Ну, как через интерфейс Яндекса или через интерфейс Google. При этом я не соглашусь про 10%, потому что 35 примерно процентов от 35 до 40 приходят через агентство, и агентства практически никогда не работают руками. И как следствие, я думаю, что не меньше... Хорошо, даже 35, значит, еще осталось 65% рекламодателей, которые делают это вручную, как им настроить, чтобы и получить какую-то максимальную отдачу и не потратить много денег. Мы должны думать, мы агентство, мы думаем только о своих хороших ребятах, которые работают с нашими системами. А тех пусть думают Яндекс и Гугл. Там очень много народу, я ведь говорю только скорее про деньги, 35-65, а в процентах людей, если Яндекс говорит о том, что у него 200 тысяч рекламодателей, для меня 300 тысяч рекламодателей, то процент тех, кто работает через агентство, он очень маленький в штучках. И вот про остальные штучки, 300 тысяч минус, не знаю, 30 тысяч, 270, пусть о них думают большие ребята. Нет, это здорово, когда рекламные агентства будут думать только о себе. И я смотрел смены аукциона, было интересно, что рассказывают различные коллеги, пишут. И все, большинство рассказывало, что это так здорово, это так подешевеет. Но если посмотреть с точки зрения обычного рекламодателя, то есть я на самом деле большой тоже скептик всего этого, всех изменений. Я сразу пытаюсь найти подводные камни, то есть не так, как говорит Яндекс, иду и рассказываю, то есть я там читаю какие-то семинары, тоже доклады. И иду с обратной стороны, стараюсь со стороны обычного рекламодателя, у которого там нет никаких автоматизаций. И вот пытаешься как-то рассказать и рассуждать с их стороны. Это намного более интереснее. Да, агентства всегда найдут, у них есть ресурсы, автоматизации, какие-то там, не знаю, помощники со стороны директа, со стороны гугла, которые расскажут. Но если не рассуждать с точки зрения обычных рекламодателей, это будет скучно. Такие получается коалиции агентств, которые будут делать себе хорошо, договариваться с площадками. Нет, ничего своего нет, кроме клиентских денег. Ну деньги, агентства тоже не бесплатно работают, хотят денег. Будем честны, мы тут все не альтруисты, как и в принципе площадки. Правда что ли? Ты представляешь? Конечно. Чего все сюда пришли, я не понял. Все не альтруисты. Конечно, понятны действия Яндекса, они хотят больше денег, но рассуждать, что и все, если будут рассказывать, что это так здорово, это так безобидно и стало лучше, прямо вот вдуматься, то есть все рассказывают, что все в Яндексе подешевело, с чего вдруг, представляете? Яндекс говорит, вы мне платили там тысячу рублей за клик, а теперь будете, я подумал, что мы слишком много зарабатываем, давайте 500. Все такие, да, как здорово. Но это же бредово звучит, что вот не знаю, к нам в агентство придет пользователь и скажет, хочу там с бюджетом на миллион, и говорю, нет, давай мы тебе то же самое сделаем, но за 500. Я же никогда такого не скажу. И здесь то же самое, надо просто понимать, что для чего это было сделано и там, что из этого будет и все. Именно к этому и было все рассуждение. Понятно. Извините, я все-таки вклинил, все-таки надо отметить, то что новый аукцион действительно стал честнее, он стал честнее за счет того, что рекламодатель сверху может за счет хорошего сетяра платить меньше, чем рекламодатель снизу. И там раньше как бы у рекламодателей вообще не было вариантов того, чтобы залазить вверху, если они хотят там наилучшие показатели по эффективности возвращать из своей рекламы. То сейчас в новом аукционе все-таки многое поправилось. И если действительно у рекламодателя хорошая релевантная реклама, минусловно ключевые слова и качественно написанные тексты объявления, то он будет платить меньше, чем его конкуренты. И в этом плане аукцион, он поощряет, ну как, хороших рекламодателей, и он стал сильно лучше, чем был предыдущий аукцион. Я согласен, если бы они не ввели некий показатель качества, который, согласен, который получился, они выкатили, получается, вот стало подешевле, а вот тут черный ящик, с которым мы можем сделать подороже или подешевле. И опять получается не совсем честно. Я бы тоже поддержал Максима, и я считаю, что весь как бы новый аукцион, он только в плюс. Ну то есть он реально математически более правильный с точки зрения как раз вот решения задачи максимизации прибыли. Ранжирование поменено тоже в пользу рекламодателя. То есть и тоже по исследованиям мы видели, что большинство рекламодателей, у которых хороший CTR, они на том же бюджете стали получать там процентов на 30 больше клика, даже не меняя стратегию. То есть просто, ну вот он как оставался в показ блоке по минимальной цене, так и оставался, но трафика стал получать больше за те же деньги, и это как бы замечательный профит. И показатели качества, и соответственно, которые введены Яндексом, тоже введены на самом деле в пользу пользователя. Ну то есть это больше вообще не вопрос к рекламодателю, а это как раз тот самый показатель, который позволяет контролировать рекламодателей с плохими объявлениями, неинтересными пользователям, которые ведут не на целевые страницы, а ставки тупо поднимают под потолок. Вот показатель качества, эту историю как бы призван выравнивать, чтобы конечные пользователи видели такие нормальные объявления. Так что новый аукцион считаю, что он на пользу всех, а причина в том, что все начнет дорожать, это скорее как бы вопрос жадности, да, или там человеческих пороков, и если оно будет дорожать, значит это рентабельно для бизнеса. Ну то есть цена по-прежнему останется рыночной, и выше того, что готов платить бизнес, не поднимется. Так что все вполне себе справедливо в моем понимании. Ну нет, про справедливость никто не спорит, да, это стало честнее, там где-то выгоднее, но если, как ты сказал, у кого-то прибавилось, там у вас 30% трафика, значит у кого-то их отняли. Я даже предполагаю, что это случилось с тем, что когда раньше ранжировалось в порядке бывания цены за клик, то сейчас по CPM и при стратегии показ блоки по минимальной цене, каждая, ну не гарантируется же нахождение на какой-либо позиции, начинает чередование. И вот за счет, если все рекламодатели находятся при стратегии показ блоки по минимальной цене, то каждый рекламодатель там получит по 86 и что-то 7% трафиков. Я думаю, что оттуда идет этот рост. Почему нет? Смотрите, давайте, а можно открыть первый слайд, вот который я показывал? Я не знаю, если у нас вообще подразумевается полемика на эту тему. Ну давайте вот буквально еще минутку этой полемики и дальше пойдем. Хорошо. А то есть много еще вопросов. Соответственно, Яндекс в рамках нового, ну в рамках собственно изменений 1 сентября декларировал следующую историю, что среднестатистически нижняя строчка собирает 75% трафика. Вторая строчка собирает, вот мне там плохо видно, сколько вам там, 85% трафика, да? И, соответственно, ну первая строчка 100. То есть Яндекс впервые декларировал историю, которую раньше мы могли только гадать, что для одного и того же рекламодателя, если его перемещать внутри блока, то первая позиция самая кликабельная, вторая чуть менее и третья на самом деле менее кликабельная, чем первая и вторая. Проблема старого аукциона заключалась в том, что имея хороший CTR, то бишь самое кликабельное объявление, человек мог попасть в блок, но при этом сидел бы в самом низу, потому что у него была бы самая маленькая ставка. И достаточно просто поменять объявление местами в блоке и на том же самом месте, на тех же самых рекламодателях трафика получится больше. Ровно отсюда, собственно, трафик и пошел. И рекламодатель, который раньше с очень хорошим CTR-ом попадал в верхний блок, оказывался внизу, получал 75 кликов и 100. В рамках нового ранжирования, даже без смены аукциона с точки зрения ранжирования, его в случае с у него CTR лучше, чем у остальных, соответственно, с произведением на ставку, ставят на первое место, и он же начинает получать, собственно, 25 кликов больше. То есть эти клики ни у кого не отняли. Это просто изменение механизма ранжирования внутри блока, позволил из этого же блока выжимать максимум кликабельности. Вот так. Я чуть-чуть про другое говорил, давайте тогда не будем уже дискутировать. С удовольствием подискутирую где-нибудь вовне. Поэтому все ясно. Но сколько людей, на самом деле, столько и мнений. Дим, давай мы уже дальше побежим, потому что если... Да, буквально 10 секунд по поводу того, у кого отняли. Мне кажется, что может быть такое, что отняли как раз немножко поиск. Ввиду новых алгоритмов ранжирования, которые Яндекс постоянно тестирует, именно поисковой выдачи, в некоторых тематиках творится какое-то сумасшествие. И ввиду того, что теперь самое качественное объявление находится вверху рекламного блока, пользователь сразу находит, что ему нужно, и до выдачи даже не доходит. Вот оттуда могли немножко брать к взятию. А вот завтра у нас будет круглый стол посева, и мы как раз-таки там это и обсудим. А сейчас я предлагаю обратить внимание на Илью, который заскучал и практически уже уснул, и задать ему вопрос. Во-первых, вопрос пришел от пользователей уже, которые смотрят за нами, их всех интересует. Вы не в курсе, Илья? Случайно у Google не собираются никакие изменения в аукционе происходить? Нет, но у нас аукцион, в принципе, доказал свою эффективность как для рекламодателей, так и для пользователей, для нас. И здесь, что касается непосредственно самого аукциона, общего механизма, он будет оставаться таким, какой он есть, с показателем качества, собственно, определяющим и позицию, и в целом, наверное, общую, скажем так, эффективность компании. Но то, что будет происходить у Google точно, это то, что у нас будет продолжать развиваться в целом возможности таргетинга дополнительной, в том числе на поиске. И, по большому счету, опять же, с использованием того же самого ремаркетинга на поиске, для многих рекламодателей каждый аукцион по их конкретному слову, это их отдельный, по сути, аукцион. Потому что они сами, в зависимости от своей непосредственной эффективности, все-таки определяющая, наверное, для рекламодателя, определяющая это его, собственно, эффективность. Действительно, та прибыль, которую он получает от рекламы. И эта эффективность, она определяет в том числе и ставку, которую он готов платить на поиске, и если, и тот объем переходов и конечных продаж, конверсий, которые он будет получать, собственно, со своей эффективностью. И, ну, что мы точно видим, так это то, что поведение самих рекламодателей, то есть их уровень, он повышается. То есть они становятся способны, скажем так, измерять все лучше и все больше, да, в том числе конверсии. И это, безусловно, тренд тоже из следующего года, я думаю, измерение конверсии не только в онлайне, продаж с сайтов, но и продаж в офлайне, то есть по телефону, продаж в магазинах, и для не ритейла это могут быть продажи в том числе в салонах, в автосалонах и так далее. И рынок к этому движется, и эти продажи, они опять же начинают учитываться при оценке общей эффективности рекламы, да, и при определении того, сколько каждый конкретный рекламодатель готов платить за тот объем рекламы, который он готов получать. Понятно, вот у меня сразу тогда, чтобы еще остановиться на тебе, Илья, вопрос такой, AdWords и Директ, будет ли расти трафик с Гугла вот в 2016 году, как вы планируете? То есть увеличите, попробуйте в клешне зажать глотку? Ну, наверное, тоже если говорить о трендах этого года, то то, что мы по большому счету ожидали, но то, что произошло даже быстрее и сильнее, чем мы думали, это рост мобильного сегмента, да, то есть если посмотреть там на ту же самую статистику даже Live Internet, в этом году Android как операционная система, да, он стал самой популярной операционной системой в России, в принципе, да, и это я говорю сейчас не о мобильных, а вообще суммарно обо всем даже... Windows, когда тут обошли совсем на днях. Да, 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 все версии, причем суммарно, да, если там отдельные версии Windows еще в прошлом году, то в этом году уже все даже версии, и в принципе вот этот рост мобильного трафика, он выражается в таком даже еще более, еще большей пропорции роста мобильного трафика, который мы видим на поиске, в том числе и удобство использования, и удобство использования мобильного поиска, и собственно удобство использования смартфона, возможность быть с ним всегда везде, в общественном транспорте, в кафе, где угодно, да, мы увидели рост такой, который в принципе у нас в России сейчас уже с мобильных девайсов приходит больше поисковых запросов, чем с немобильных, да, чем с десктопных, если говорить только о смартфонах, то это порядка там 40 процентов уже больше, а если вместе с планшетами, то уже больше половины. И, конечно, как раз вот за счет мобильного сегмента у нас и запросы выросли более чем на 100 процентов в этом году, да, то есть у нас рост, если мы говорим опять же только о поиске, да, рост за счет мобильного поиска, в том числе и нашей доли, произошел достаточно существенный, и в следующем году мы видим, что опять же, если сейчас значительная часть этого мобильного роста, она была за счет девайсов, да, то есть за счет роста проникновения в принципе мобильного интернета, то сейчас уже растет и интенсивность использования мобильных девайсов, в том числе интенсивность использования поиска. Поэтому мы ожидаем продолжающегося роста от поиска за счет мобильного поиска в первую очередь. Ну и опять же о других, вот о чем не устаю говорить, есть и другие точки роста у нас, безусловно, где мы растем, в том числе и аудиторная реклама, да, тот же самый ремаркетинг, который опять же в конечном счете все самое главное для рекламодателя, для рекламодателя это получить прибыль от рекламы, соответственно выбирать наиболее эффективные виды рекламы, какими бы они ни были. И в данном случае как раз вот ремаркетинг один из таких, но и другая точка роста для нас безусловно это за счет, это видеореклама, да, за счет прихода новых рекламодателей, да, опять же если мы говорим о контекстной рекламе, то даже в этом году, наверное, у нас значительная часть роста, большая часть роста, она произошла как собственно и в сегменте малых рекламодателей за счет прихода новых рекламодателей в Google AdWords, так и в сегменте крупных за счет того, что из оффлайна достаточно многие игроки, они уже постепенно переходят, опять же они становятся, они больше считают, больше видят эффективность и они больше переходят в онлайн рекламу, в видеорекламу, а сейчас мы видим также тренды в поисковой рекламу идут, в том числе и в FMCG рекламодателя. У меня сразу ко всем вопросам, он также из, грубо говоря, от наших пользователей, у меня вот как раз таки, знаете в чем вопрос, уменьшилось ли бюджет в 2015 году, есть ли влияние кризиса или это все фантастика? Вот давайте вот просто по порядку, да, ну мы сейчас говорим про контекст, да. Мало ли про балет. Ну про балет мы решили не общаться. Нет, тут на самом деле, на мой взгляд, бюджеты точно не сократились, в большинстве случаев, ну тоже не говорю там за каких-то очень-очень крупных, а таких средних. Да, хорошо, тогда они, часть осталась в тех же бюджетах, часть выросла, но это за счет, спасибо Яндексу за Минусинск, то есть позиции пропали, где-то надо брать трафик с поиска, это контекст. Народ перетек все-таки, да, все говорят, что да ничего, он никуда не перетечет. Ну ладно, это тема для завершнего разговора. Не сильно, думаю, ожидали больше. Смотрите, прям как Медведев. Ладно, все, это была шуточка, отступление. Дальше, я думаю, что Илья уже высказался по поводу их роста. У вас как в этой контексте? Знаете, что я вижу? Я вижу первое, что из-за того, что случился кризис, его нельзя сказать, что его нет, он есть. Бизнесы вдруг осознали, что надо быть эффективными. И те бизнесы, которые не использовали интернет вообще, и диджитал, и контекстную рекламу, они пришли, и правда мы увидели рост, как Илья правильно сказала, мы это тоже видим, рост новых денег. Пришли новые деньги, новые бизнесы, обратились к интернету. Второе, то, что мы видим, часть компаний ушла совсем или сократила свои деньги катастрофически. Мы больше не видим таких больших банковских бюджетов, которые были, поскольку ушли продукты. Мы не видим такого количества денег автомобильных, просто потому что и компании изменили свою стратегию в России. То есть часть денег сократилась или ушла совсем. Часть рекламодателей, особенно среди крупных, которых мы видим, которые остались, увеличили свои деньги, и мы видим по планам на 2016 год еще увеличение у крупных рекламодателей, судя по тем тендерам, в которых мы участвуем. Что и привело к этому росту 8%. То есть часть вдруг пришла с новыми бюджетами, часть сократила свои траты, оставила траты на уровне прошлого года, часть клиентов ушла совсем, и часть подрастила. Вот эти 8, я думаю, даже больше, 12-14% роста этого года, они обусловлены именно этим. То есть если бы кто-то хотел узнать, как ему правильно поступить, то ему придется все равно обратиться к своему бизнесу. Я не дам правильный ответ. Я просто верю, что часть сказала, да, это эффективно, мы будем использовать вместе, наряду с бумажной рекламой, которую использовали небольшие бизнесы районные, с листовками в метро или какими-то в почтовых ящиках, вдруг они, а, интернет, давайте сюда. А часть сказали, нет, все, этих денег больше нет, мы тратить их не будем. А часть бизнесов, это тоже очень любопытно видеть, что бизнесы как-то go mobile, go digital, то есть бизнесы переносят свою деятельность в digital все больше и больше. И если раньше, условно для мобильного оператора, использование контекстной рекламы было очень такой небольшой частью, то теперь это становится все больше и больше, а дальше происходит связка всех каналов, связка их собственных CRM, да, и вот я думаю, что там, если мы будем говорить про планы, что будет происходить в 2016-2017 году, то там очень понятно, что будет происходить и интересно об этом поговорить. Окей, Дима, ты у меня первый на экране, поэтому тебе слово, что там, как, повлиял кризис или не повлиял, деньги остались или не остались, пользуются рекламой или не пользуются, контекстной. Мы сегодня говорим о контексте. У меня есть информация там про большое количество пользователей с маленькими, супермаленькими и слегка средними бюджетами, там бюджеты чуть-чуть растут, ну там на какие-то незначительные проценты, каких-то значительных скачков или падений мы не наблюдаем. Ну, мне кажется, что возможно, тут не от рекомендателей еще во многом зависит то, как будут расходоваться бюджеты, да, от спроса покупательской способности населения. Если она упала, то и роста в контексте особо какого-то наблюдателя не приходится. Здесь у меня все. Окей, давайте дальше пойдем по экрану. Алексей, ты у меня на экране следующий. Да, я могу рассказать про следующую историю, ну, то есть, я даже специально сейчас открыл статистику, посмотрел. Если говорить про рекламодателей в сегменте, ну, я бы так обозначил, до 100 тысяч рублей в месяц, да, в контексте, ну, то есть, там, начиная от 1000 рублей до 100 тысяч, то мы видим следующую картину, что средний чек вообще практически не изменился, ну, буквально, там, не знаю, на 10-15 процентов, может быть, чуть-чуть уменьшился по нашим данным, но я бы говорил, что можно считать, что он идет ровно, причем до 2014 года. Но мы видим большой приток новых рекламодателей, причем из сегмента малого бизнеса. Ну, то есть, видимо, кризис такая история, когда, там, не знаю, у людей меняется у кого-то жизнь, у кого-то обстоятельства, а может, кто-то просто хочет воспользоваться новыми возможностями и стартует много маленьких каких-то новых бизнесов, новых проектов. То есть, у нас динамика сейчас роста 300 процентов, то есть, три раза в год прирост идет, в основном, за счет таких рекламодателей. А если говорить про крупных рекламодателей, то там, ну, наверное, соглашусь с Марией, очень неоднозначная история, то есть, я бы, наверное, ее характеризовал так. Если рекламодатель использовал и онлайн, и офлайн, то, несмотря на кризис, онлайн вырастает. Ну, потому что, на самом деле, он начинает, рекламодатель начинает сокращать офлайн, и часть этих бюджетов переводит в онлайн. То есть, суммарный бюджет крупного рекламодателя, он в кризисный год уменьшается, но доля на интернет, она на самом деле растет. И наоборот, если крупный рекламодатель там уже давно 90% перевел в онлайн, и его, собственно, продукции, услуги, собственно, завязаны на то, что у нас происходит, на курс доллара, или спрос падает, то у таких рекламодателей мы видим сокращение бюджета. Поэтому говорить про крупных рекламодателей, как про однородный рынок, я бы, наверное, так не взялся. А суммарно по рынку контекста, тоже полностью согласен, у нас наши аналитики то же самое прогнозируют, 12-14% рост за год, не в среднем чеке, а вообще в оборотах. Понятно. Максим, ну и у тебя осталось слово, как у вас, что, пострадали от кризиса, али как? Да нет, не пострадали. Наоборот, рекламодатели больше заботятся об эффективности, больше пользуются системами, которые эту эффективность достигают, улучшают, соответственно. Ну, плюс-минус все то же самое, ничего страшного. Окей, тогда давайте сделаем следующее. У нас времени вообще уже не осталось, поэтому предлагаю совместить пожелания нашим пользователям с Новым годом и какое-то ваше видение будущего, да, то есть, что, может быть, какие-то новые продукты появятся, может быть, что-то у Google интересное появится, Илья нам об этом расскажет, может там ребята с экрана нам что-нибудь тоже расскажут, пожелают и так далее, так далее, так далее. Выбирайте, кто возьмет на себя первое, так скажем, слово, кто скажет какие-то, я не знаю, кто провангует нам, чем запомнится нам 16-й год, какими новыми продуктами, кроме ретаргетинга, о котором мы сегодня уже достаточно много говорим, и это да, действительно, это будет расти, на мой взгляд. Ну, то есть… Ну, смотри, конечно, я не могу прованговать, что будет у Google или у Яндекса из нового продукта прям сто процентов, но думаю, что все усиленно пойдут в мобайл, хоть это тема вчерашнего дня, но мобайл явно показывает рост, и думаю, что Яндекс усиленно пойдет в различные таргетинги, настройки, доработки мобильного. Надеюсь, что и у Яндекса, и у Гугла появится возможность таргетирования только на мобильное устройство, это такая больше даже просьба сейчас, потому что отключить можно, а сделать полностью на мобайл, да, только на мобайл нигде нельзя, в Яндексе и отключить полностью нельзя, но факт то, что я надеюсь, что именно пойдем в это русло и появится, грубо говоря, рассматривать не контекстную рекламу, не общую, как там, сливать вместе мобайл и поиск, а разделить это в два чуть-чуть разных русла с какими-то своими возможными настройками. Ну, то есть следующий год за мобайлом. Вот мы вчера разговаривали тоже с коллегами из мобильного рынка, разговаривали с ними по поводу того, что у них там с революцией, как вытеснет мобайл веб или не вытеснет и так далее, и мнение экспертов как бы разошлось. Многие считают, что революция уже, ну то есть сказали, что революция-то уже давно произошла и сейчас проходят лишь реформы, которые так или иначе улучшают все показатели мобайла. Вот я сейчас услышал мнение, что в контекстной рекламе нужно уходить, ну то есть должны какие-то расширяться функции мобайла. Правильно? В контекстной рекламе. Я смотрел, конечно, о чем вы вчера говорили, и у них, у вчерашних ораторов был чуть-чуть другой подход. Здесь именно я говорю в области контекста, в качестве поиска должно что-то меняться и улучшаться. В общем, находясь где-то, например, в районе Сходинска, я должен купить айфон, выбрать и мне должны показать в блоке контекстной рекламы только рекламу тех, кто находится вот прямо вот на Сходинске. Ну это сейчас возможно? Ну возможно, это я знаю, я же тоже тут смотрел, но расширять тоже вот эти, по-моему, фишки, это было бы очень круто. Ты прямо на карте, мне очень нравится то, что на мобильнике можно сразу карту посмотреть, то есть я же пользуюсь этим всем. Мария? Скажу, я вот тут за Google отвечу, не будет никакого разделения на контекст, на мобайл или… Это была просьба, не сочетание. Я объясню почему, потому что Google на последней сессии, когда он собирал агентство в Дублине, он сказал вещь такую, которая точно демонстрирует, что революция уже случилась, а мы не заметили. Google не делит сайты на мобильные и немобильные, Google делит сайты на обычные и десктопные. Да, в этом все дело, что уже давно, с точки зрения Google, у сайта точно есть мобильная версия, а те, у кого нету, вот они странные. Поэтому зачем делить продукт, если основной трафик идет уже на мобильные сайты, то зачем вычленять его? Лучше, может быть, конечно, ну как бы костер догорающий выделить только десктопные, но зачем, если это как бы уходящая натура. Поэтому, бесспорно, следующий год будет год мобайл, в котором, наверное, сами площадки справятся со своими продуктами, со своими решениями. То, что необходимо будет рынку и то, чего у рынка сейчас нет, это хорошие аналитики и связки аналитики, выделение в аналитике одного и другого или аналитических продуктов. И вторая вещь, которая, я уверена, будет развиваться уже давно пора. Это такое модное слово, все сейчас его говорят по-разному, под этим подразумевают, CRM-система на стороне клиента, но по большому счету это инструменты, позволяющие увязывать много каналов маркетинга с разными каналами продаж и коммуникации с клиентом. Потому что, действительно, email-маркетинг, который был презираемый спам, теперь тоже выходит на новые рубежи. Мы видим, что компании собирают данные о своих клиентах, но ничего с этими данными не делают. Мы также видим, что, не знаю, условно, какой-нибудь сотовый оператор, есть держатель колоссального объема данных о своих клиентах, но при этом пока это не связано с маркетинговыми каналами, а ведь можно связывать, да. То есть, будущее вот за такими решениями на стыке CRM и рекламных каналов. Мне кажется, что именно эффективность маркетинга, которая нужна будет в 2016 году, она к этому и приведет к этим новым решениям. Поэтому я за мобильную аналитику и вот CRM-ные решения в связке с рекламой. Окей, давайте обратимся к экспертам, которые у нас удалены сегодня, Алексей Довжиков, ты у меня первый на экране, поэтому тебе слово. Да, я бы на этот вопрос готовился ответить, и мне кажется, что это хорошее обобщение от того, что мы сейчас проговорили про мобайл и то, что Мария проговорила про связку CRM. Я считаю, что нам предстоит путь от контекстной рекламы к персональной рекламе. Дело в том, что внутри старой парадигмы мы привыкли к тому, что мы фокусируемся на пользователя, исходя из ключевого слова. Но все, что мы видим сейчас, это детализация пользователя по сегментам. Уже не просто контекст как слово, а контекст как где он находится, в какое время, с какого устройства, какие у него интересы. Даже текущие технологии того же Google позволяют нам на пользователей в зависимости от того, что они делали у нас на сайте, покупали или не покупали по одному и тому же ключевому слову выставлять разные ставки. То есть, по сути, идет такая очень-очень-очень-очень плотная как бы нарезка и сегментация, внутри которой мы в какой-то момент сможем выделять вплоть до пользователя и говорить, что вот такому пользователю по этому запросу такую стоимость клика, такому пользователю по этому запросу такую, а всем остальным ребятам, которые похожи на Васю, значит там третью стоимость клика. То есть контекст идет к такой большей персонализации. Единственное, пока, конечно, все вот эти вот нарезочки, сегменты и так далее, это много разных инструментов, которых, собственно, черт ногу сломит. Но, видимо, за следующий год это не решится, но в какие-то, не знаю, там 3-5 лет, наверное, произойдет некий такой переворот вообще парадигмы того, как правильно работать в контексте, не от ключевого слова, как мы это делаем сейчас, а от пользователей или от сегментов пользователей. Ну вот я бы, наверное, вот такой тренд обозначил. Ясно. Теперь Максима у нас, Суваров. Макс, что им скажешь? Да, я с Лешей согласен. Действительно, что-то новое вокруг пользователей будет строиться. Но еще, я думаю, то, что надо будет заслаживаться. Система автоматизации сейчас все работают более-менее в каких-то, ну, таких стандартных прокатанных рамках, и там революционных продуктов давно никаких не появлялось. Притом ни в России, ни на Западе. Хотя, по факту, наверное, есть еще чего изобрести в контекстной рекламе такого, ну, за рамками того, что сейчас автоматизируется. Например, инструменты, которые будут больше работать с революционностью, повышать приводность наших рекламных материалов. Инструменты будут усложняться, будут расширяться возможности, которые представляет система для того, чтобы таргетироваться нам. И на основе всего этого контекстная реклама будет становиться более таргетированной, более эффективной, более сложной, соответственно. Ну, понятно тоже. Дима, а ты как считаешь, что нас ждет в 2016 году? Ну, я соглашусь, опять же, с ребятами из Скайпа, в основном с Алексеем, в том, что не в следующем году, ну, то есть, мы, конечно, будем к этому идти, к развитию персонализации рекламы. Мне кажется, что в 2015 год многие называли годом мобайла. Сказали, что в 2015 году… Ну, и в 2014 тоже называли. И в 2014 был год мобайла, и в 2016 тоже был год мобайла. Да, но это не будет какой-то революции, мне кажется, такой вот просто мгновенной. Будем идти, будем наращивать долю, приходить к чему-то постепенно. В целом, мне кажется, год будет хороший. Ну, это хотелось бы верить. Ну, Илья, давай тогда тобой и подытожим, то есть, как ты считаешь, какие новые продукты появятся, что вообще будет, может, спалишь нам сейчас что-нибудь, чтобы уже эксперты пошли готовиться. Ну, я бы, наверное, выделил так три таких тренда, да, если говорить, в принципе, тоже отчасти о кризисе. Он действительно не для всех кризис. Есть как минимум одно направление, которое выигрывает от сейчас вот сложившейся ситуации. Обстоятельства – это экспорт, экспортеры. То есть, в принципе, у нас многие… Ну, в первую очередь, это, конечно, технологический сегмент, да, то есть, те, кто разрабатывает софт или мобильные приложения, игры и так далее, да, то, что легко экспортировать через интернет, да. Но в том числе и многие производители начинают тоже… вот в этом году они задумались об этом, а в следующем году мы ожидаем, что как минимум они попытаются выходить на новые рынки. То есть, в принципе, и это точки роста, безусловно, тоже для… как для бизнеса в России, да, так и для контекстной рекламы, если мы говорим о Google. Следующий такой ключевой тренд, наверное, это, безусловно, мобильные, то есть, абсолютно согласен с Машей, то, что действительно сейчас не все рекламодатели это еще понимают, но для пользователей мир постепенно уже превращается в mobile first, то есть, они уже чаще контактируют с мобильным девайсом, многие пользователи, да, у нас в том числе даже в России, во многих, особенно в регионах, да, есть много пользователей, у которых в принципе кроме мобильного интернета нет другого, потому что он им не нужен даже. То есть, им хватает своего смартфона с большим экраном для того, чтобы делать все, что им нужно. И, безусловно, те бизнесы, которые уже пошли навстречу этим пользователям, они будут выигрывать. Те бизнесы, которые по-прежнему будут оставаться не мобильными, они будут проигрывать, к сожалению. Такова ситуация, таков тренд. Ну и, безусловно, контекстная реклама, она становится мобильной и действительно, то, о чем Алексей говорил, на персонализации она уже происходит и уже есть в том числе крупные бизнесы, которые благодаря интеграции со своими данными, с CRM, интеграции с данными, скажем так, третьих сторон, в том числе площадок, они делают рекламу максимально персональной. То есть они понимают про пользователя не только, что он ищет, в том числе на поиске, но и каково его monetary value, каково его, в принципе, frequency от посещения, покупок и так далее. Исходя из этого, уже реклама становится более персональной, более выгодной для бизнеса и выгодной для пользователя. В принципе, она становится более релевантной. Ну и третий такой тренд, он тесно связан со вторым и, в принципе, опять же, ситуация. Это то, что бизнесы измеряют все больше и все лучше. И отчасти они вынуждены это делать, потому что эффективность нужно повышать. Но это, безусловно, идет на пользу контекстной рекламе, потому что контекстная реклама по-прежнему остается одним из самых эффективных, в принципе, видов привлечения, если не считать, какие-то бесплатные каналы совсем. Из платных, из рекламных, это один из самых выгодных по-прежнему каналов. Я больше не могу терпеть, ребята, я больше не могу терпеть. Покажите меня. Контекстная реклама, ребята. Да, я очень долго держался. У меня руки-ноги покраснели. Я не ожидал, что это произойдет. Пока я буду наливать, я передам опять слово Илье. Уж извините, но это не я, это бутылка. Илья, я думаю, уже можно поздравить действительно и нас всех, и всех зрителей с Новым Годом, с наступающим. Будем живы, не помрем. Правильно? Будем работать. Можно за контекстную рекламу, как за самую эффективную. И самую растущую. Да, я сейчас налью, и мы как раз-таки за контекстную рекламу. А вы неудачники из скайпа, понимаете? А, нет, Сарика. Все, все, подготовились, ребята. Ну ладно, ребята подготовленные. Ну что же, за прошедший Новый Год, за новый грядущий год, за то, чтобы в следующем году все получалось. Ну и, естественно, за контекстную рекламу, ради которой мы сегодня вот здесь все с вами собрались. Чин-чин, и с теми, кто удаленно, и с теми, кто сейчас нас смотрит в телеэкране. На этом мы заканчиваем наш круглый стол. Спасибо, что это время смотрели нас, за то, что уделили нам время. Не забудьте подписываться на канал, ставьте пальцы вверх, как это обычно говорят сейчас все летсплейщики, косплейщики и так далее, и так далее. Тем более, что видеореклама – это тренд будущего года, как нам уже сказал Илья. Итак, до новых встреч, друзья!